Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санджак, я визажист, и я работаю визажистом уже более 25 лет. Мне практически 50 лет, и что касается направления омолаживающего макияжа, мне кажется, я уже практически все про это знаю. И сегодня как раз хотелось бы вам рассказать, что такое лифтинг-макияж. И так спрашивают, вот что такое лифтинг-макияж, как мне лицо подтянуть? И вы знаете, это будет несколько направлений. Сказать, что лифтинг-макияж, это нужно сделать вот так, и у вас сразу лицо омолодится, к сожалению, или к счастью, не для всех. Дело в том, что лифтинг, он у каждой женщины будет выглядеть по-своему. Значит, первый момент. Например, у вас хорошая кожа, вам все нравится, нет каких-то изменений ярко выраженных, например, пигментации или купероза. Но вот в целом у вас ровный тон. Да, может быть, есть морщинки, но при этом есть такая особенность, как мешки под глазами. Или у вас появились брыли, носогубные складки, может быть, объемная века. То есть такое впечатление, что лицо, оно как бы-то бы немножечко вот так вот опустилось, съехало, да, мешочки появились. То есть вас волнует больше не цвет лица, а именно то, что у вас лицо как будто бы съехало. Это называется деформационный тип старения. Так вот, если вы сделаете макияж и акцент у вас будет как раз на эффект подтяжки, это с помощью скульптора, моделирующих сред, которые помогут затемнить немножко брыли, скорректировать с помощью там консилера, хайлайтера, мешочки, затемнить грамотно под скуловую зону, чтобы как будто бы их щечки обратно, да, приподнять и скулы, сделать правильно рисунок теней, которые скроют объемные века, и вы уже будете выглядеть намного интереснее. То есть в вашем случае это будет как раз лифтинг-эффект, потому что кожа у вас хорошая, вы только поработаете немного с объемами. А может быть у вас наоборот, нету вот этой проблемы. У вас красивые большие глаза или среднего размера, или маленькие, но при этом тоже очень красивый и достаточно яркий цвет. У вас нету проблемы носогубок ярко выраженных, у вас не потековал лица, у вас, возможно, вообще тип старения совсем другой, то есть у вас нет таких проблем, как может быть у ваших подруги. И вам нет необходимости делать вот эту скульптуру и как-то корректировать объемы, которых у вас нет. Может быть у вас другая задача, скорректировать, например, купероз, или у вас есть пигментация, или цвет лица, он имеет сероватый подтон, ну такой уставший. И вот в вашем случае, чтобы вы выглядели свеженькой, и вот этот омолаживающий макияж будет больше построен на то, чтобы выбрать правильный цвет тонального средства, который подкорректирует ваш цвет кожи, и выбрать цветовую палитру румян, помады, которая будет придавать вот такой свеженький, хороший, красивый, ухоженный вид. И в вашем случае это сразу же будет вау, какой эффект лифтинга. Потому что вот эти шумы на лице, различные цветовые нюансы, они создают, точнее, они отвлекаются от достоинств. Поэтому цвет лица – это вот один из важных моментов в вашем макияже. А брови у вас красивые, а губы у вас замечательные, просто блеск, просто расчесали, немножечко туши и побежали. Еще вариант, например, лифтинг-эффект может быть создан просто благодаря правильной форме бровей. То есть, если неправильная форма бровей, то опускаются веки, усиливаются носоглубные складки, и вообще лицо каким-то смотрится грустным. То если вы сделаете правильную форму бровей, у вас уже будет лифтинг-эффект. Поэтому нету четкого одного какого-то направления. Для каждой женщины будет свой лифтинг-эффект. Поэтому тут как раз важно, чтобы вы понимали, в чем особенность вашего лица, что необходимо подкорректировать вам. И если вы как раз возьмете правильное направление, поймете, что вам нужно из декоративной косметики, то макияж у вас будет очень быстрый, легкий, нетяжелый. То есть, вам не нужно перегружать всеми правилами, которые есть для возрастной женщины. Я прекрасно понимаю, если у вас и та задача, и та задача, и объемы, и цвет лица, то тогда вы используете технику для коррекции объемов и косметику, и правильно, техническое исполнение для того, чтобы скорректировать цветовые нюансы лица. Поэтому, еще раз, нету какого-то шаблонного одного макияжа. Смотрите на свою кожу, понимайте, что вам нужно скорректировать. Уже исходя из этого, выбирайте косметику, и тогда у вас будет очень хороший результат. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, было полезно. Будьте добры, подписывайтесь на мой канал, у меня очень много интересного про омолаживающий макияж. И напишите, пожалуйста, тему, которая вас интересует, и я обязательно ее освещу. Благодарю за внимание и до новых встреч!